МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с строительства дома для постоянного проживания, Александр Казберов, как и большинство, не задумывался о деталях, отдав их на откуп профессионалам. Проект – это чистое решение души. Никаких требований к подбору проекта на начальной стадии строительства не было. Ни по функционалу, ни по площади. Просто приглянулся на просторах интернета проекта и был выбран. Но, как и большинство, Александр быстро почувствовал, что типовые решения не всегда удачные, а строители не всегда ответственные. В данном проекте был предусмотрен фундамент плита с роствергом. Как оказалось, это далеко не бюджетное решение, но в связи с тем, что не было никакой геологии по грунтам, и тогда об этом я еще не думал, и не думал, как это можно посчитать. Решили не отталкиваться, не изменять типовое проектное решение и строить на фундаментной плите с роствергом. Одного бетона на этот фундамент ушло около 90 кубов вместе с двумя подбетонками. Расскажу немножко о фундаменте. Вот пока нету полов, можно видеть, что снизу блоков по периметру дома отлит ростверг высотой 45 или 40 сантиметров и шириной около 55 сантиметров под ширину блока и воздушный зазор и облицовку кирпича. Несущие внутренние стены уже ниже нуля выкладывались из кирпича полнотелого с маркой прочности, если я не ошибаюсь, 150. Несмотря на то, что под плитой постелена двойная гидроизоляция, вернее, сначала отлита подбетонка выравнивающая, на нее уложена гидроизоляция в два слоя с перехлестом, потом залита вторая подбетонка, только потом связан арматурный каркас двухъярусный. Если бы сейчас подбирали, наверное, проект, больше бы отталкивались от функционала помещений. Касаемо фундамента, может быть, это была бы и плита, может быть, это было бы УШП, но, скорее всего, не плита с роствергом, потому что все-таки это более затратное решение. Эти деньги можно было бы потратить в дальнейшем на другие вещи в доме. Покупая типовой проект, заказчик вправе рассчитывать, что количество расходного материала продумано, но оказалось, и это не так. Так как это типовой проект, и, насколько понимаю, нет особого желания у проектировщиков вдаваться во все тонкости, просто в проекте была математическая ошибка. Количество арматуры в спецификации, указанное, не соответствовало количеству арматуры по узлам. То есть, по сути дела, просто сложено неправильное количество. В результате было привезено арматурой, если не ошибаюсь, меньше на несколько тонн. Сегодня с высоты накопленных знаний Александр уверен, и к возведению стен стоило отнестись по-другому. Проектным решением был заложен блок для внешних и внутренних стен плотностью D500 и шириной 400 мм. Ну, как опять повторюсь, на момент начала строительства я глубоко не вдавался в тонкости строительства дома, да, и больше доверял строителям, о чем до сих пор глубоко сожалею. В настоящий момент я бы немножко изменил конструкцию стены, сделал бы ее, скорее всего, 500 мм, касаемо внешних стен, и сделал бы из двух блоков шириной 200 и 300 мм с перевязкой вертикальных швов. Почему бы я это сделала? Потому что я теперь уже в них разобрался в несущих конструкциях, да, моего дома. Основная проблема газосиликата – это не его коэффициент теплопроводности, так как коэффициент теплопроводности низкий, и при толщине 400 мм, в принципе, хватает по нормам СНИПа для нашего региона. Но основная проблема кладки – именно продувание вертикальных швов. То есть есть у производителя допуски на усыхание материала, хоть они и незначительные, но в масштабах площади стены это все-таки имеет свой фактор. Плюс все-таки качество исполнителей работ в нашей стране тоже желает лучшего. Стоило оставить на полдня людей поработать одних, и бригадир отвлекся на другие стены. Так как данные блоки имеют один, два из палеты, но все равно попадаются с отклонением по геометрии, остальные идеальные, так вот, когда эти блоки не шлифуются и не подравниваются рубанком, получаются вот такие вот бугры. На что это скажется? Один кривой блок, он вытягивает за собой, впоследствии все блоки тоже в кривизну. Вот следующий ряд я уже заставил сравнять, но здесь вот этот бугорок остался. Поэтому, когда строят наемные работники, просто всем рекомендую больше уделять контролю. Сейчас Александр уже внимательнее относится к поиску возможных решений. Так как система отопления будет на всей площади дома, это напольное отопление, радиаторов не будет, поэтому особое внимание я хочу уделить утеплению пола и утеплению кровли. Так как утепление стен на момент строительства я не предусмотрел, и в настоящий момент я не уверен в целесообразности утепления стен, то утепление пола и потолка кровли, я думаю, что экономически целесообразно при низкотемпературном напольном отоплении. Так как есть ограничения по теплосъему с квадратного метра теплых полов, есть у меня огромное желание утеплить дом как можно лучше, именно там, где нужно, кровли и полы. В настоящий момент я не принял окончательное решение по поводу утепления пола. Есть типовые решения, предлагаемые мировыми производителями напольных систем отопления, и наши в том числе, это утепление экстрадированным полистиролом или ППСом простым. Также вот в последнее время я столкнулся с очень хорошей идеей, мне участники форума подсказали, это утепление полуперлитовой стяжкой, то есть это делается теплая стяжка на перлитовом песке. Касаемо этого дома, было проектом предусмотрено штукатурка фасада внешняя. Мы ушли от этого решения. Почему ушли? Ну, мне кажется, нецелесообразным использовать штукатурный фасад, так как его на протяжении, там, через 5-7 лет все равно придется обслуживать. Краска выгорит, возможно, усадочные какие-то трещины. Все-таки кирпич – это давно применяемый материал и более внушает доверие. Поэтому нам пришлось столкнуться с такой проблемой, как подгон рядов кирпича и блоков. На момент строительства строители полностью соблюли размеры оконного проема по блоку, но не попали по кирпичу. То есть было несоответствие высот блоков. И вместо того, чтобы опустить облицовку кирпича на ряд и сделать чуть меньше оконный проем, рабочие не предусмотрели это в будущем, с чем придется столкнуться, и оставили так, как есть. Поэтому для того, чтобы нам грамотно впоследствии пришлось, чтобы нормально ставить оконные проемы, оконные блоки, пришлось подравнивать проемы и делать верхнюю четверть. Можете увидеть, насколько неаккуратно ее сделали наняты на это рабочие. Поэтому всегда объясняю людям, что прежде чем что-то сделать, нужно пять раз подумать, как это лучше сделать. Дом облицован кирпичом цвета слоновой кости. У данного кирпича была проблема. Это нестабильная геометрия кирпича. Чтобы добиться стабильной качества кладки, каменщикам приходилось очень много подгонять кирпичи под размер ряды. Плюс к этому этот дом имеет очень много углов и оконных, что тоже, в свою очередь, складывалось на временных показателях строительства этого дома. Ну, оглядываясь назад, наверное, безусловно, можно было избежать части этих проблем. Но опять, если выбираем более качественный кирпич, что повлияет на скорость кладки, мы теряем в стоимости материалов. Это далеко не весь опыт, а значит, следует и продолжение рассказа о нетипичных решениях типового дома на форум Хаус ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова